Ну что, красавицы мои, я надеюсь, вы уже посмотрели новый выпуск Беременна в 16, потому что я его посмотрел. Очень он мне, как всегда, не понравился. Что на удивление, главная героиня не вызывала у меня прям уж сильного отторжения, но все в ее окружении, начиная от парня и заканчивая ее матерью с отчимом, это что-то с чем-то. Ну и по традиции, как всегда, не все так просто. Начиная с того, что она беременна в 15, а мама в 16, а не наоборот. И как всегда, телеканал Ю пытается нам внушить, что парень у нее плохой, но настолько ли плохой, давайте сегодня разберемся. Вдруг они живут счастливо, а нам впаривают обратное. Все это мы можем узнать, только посмотрев ее инстаграм, конечно же. Итак, Настя, мама в 15, участница Б-16. Во время родов чуть не умирала, считай посты. Парень абьюзер, знак вопроса. Школьница и уже с ребенком, фейс-пал. Итак, начнем со сториз, потому что только там актуальная свежая информация. Ну и встречает нас реклама, какой-то другой блогерша, которая 20, и которая родила, и которая никому не интересна, к сожалению. Завтра отвечу на вопросы для ТГ, очень устала. Зайдем мы и в Телеграм, конечно, там три вопроса целых есть. Всем доброе утро, куча смайликов. А вот и все вопросы, собственно, отвечу в ТГ. Какой был вес до и какой сейчас? Ты пробовала все, а именно? В каких местах был кекс? Какого быть любовницей в 16 лет взрослого мужика? А, это опять реклама. Бедная его жена, ты ведь все на показ выставляешь и душишь себя зарядкой от айфона. Кстати, что теперь о моих бровях скажете? Стрём или норм? Конечно же норм, Настя. Конечно же норм. Да, это для тех, кто не смотрел выпуск. Она там за 5000 рублей, отец ей скинул денежки, выучилась на бровиста и стала делать брови. Смотрите, какие классные. Мне кажется, Настя, надо Кристиня Ахтубинска и её сестрёнке Дори Зорине. Извините, как я мог забыть Зоринке? Конечно же, сделать брови. Сразу же мы видим переписку с Колей, которая проливает свет на все их отношения. Ты всё удалить можешь, возьмёшь и удалишь, и всё. Или ты с Аней перестаёшь общаться, или пароль. А если напишет кто-то условие, мне не ставь, сукин сын. И всё, ты меня подставляешь перед ней. Тогда не еби мозги, иди нахуй. Хорошо. Ну что ж, как, как, не странно, в этот раз, в этой серии не обманули нас. Они срутся, Коля долбоёб. И всё по-чесноку, ребята. Если кто-то подумал, что вот вы смотрели, и он там говорит, Бог дал нам зайку, Бог и на содержание подаст. Что-то в таком роде. Мы с Аней прогулялись, сейчас пойдём домой делать уроки. Смотреть сериальчики. И убираться. Смотреть сериальчики, это наше любимое занятие. Только, к сожалению, приходится смотреть не сериальчики, а беременную в 16. Я бы с радостью посмотрел сексуальное просвещение, третий сезон. Вот он вышел. Только сегодня сходил на Дюну. Но бегом бежал домой, чтобы посмотреть новый выпуск. Для того, чтобы сделать обзор на Инстаграм. Блядь, это звездец, лифт не работает, а мне подниматься почти на самый верхний этаж. Уже поднялась. Получается, почти на третий этаж. Это жесть. Не так, я хотела, конечно, проводить своё время. Отдохнула спина, но это уже ноет спина. Сейчас буду, думаю, это хуйнула, посмотрите, или какой-то... Ну, потому что надо утреннюю гимнастику каждый день делать, и спина ныть не будет. Господи, тебе 16, а ты уже разваливаешься, у тебя ноет спина. Обратись либо к невропатологу, либо к хирургу, либо ко всем сразу. И вообще, ну, Настя, я тебе желаю только хорошего. Набери на Ютубе, делаю это каждый день. И там есть замечательный тренер ютуберский. Иван Красавин, кажется, его зовут. И вот я вместе с ним делаю утреннюю гимнастику. 12 минут, и всё. И спина твоя будет нормальная. Я поднималась почти... Ну, больше 8 этажей я поднималась. А чё у вас... Кстати, да, 8 этажей я поднялась, а чё в 8-этажных домах нету лифтов? Не понимаю. Так, ну что ж, давайте посмотрим трене. Давайте сразу трене смотреть. Ммм, каждое упражнение делаем по минуте. Хорошо, я обязательно буду это делать, Настя. Ну а спонсор сегодняшнего видео, Телеграм, паблик, слив халявы. Там вы найдёте уникальные промо-коды для того, чтобы экономить на покупках, например, в фастфуде, Макдоналдске и в Сибургер Кинг. Либо же, если ты хочешь себе подписочку Spotify, например, Яндекс.Музыка, Кинопоиск, Бум, ВКонтакте, которые, прочие сервисы, заходи туда, бери промо-код, бесплатно пользуйся месяц, а то и больше. Ссылочку на Телеграм, паблик, слив халявы я оставлю в описании. Ну а мы продолжаем. В выпуске я на 7кг больше, недавно я начала правильно питаться и заниматься спортом и сбросила 7кг, так что всем цит. Молодец, Настя, уважуха, респект. Молодец, так держать. Так, что дальше, Макдак. Рассказываем stories про Мак, это на самом деле жесть. Всё началось с того, что с утра я захотела покушать там, заказала его в 9 утра, привезли мне его в 2 часа дня, вот, я его поела, после этого у меня очень жутко начал болеть живот, болеть до сих пор. Ну потому что это Макдак. Макдак, кстати, да, мой любимый фастфуд, никакой KFC, Burger King рядом не стояли, вообще там самые нормальные чизбургеры, кто не согласен, тот вообще я не понимаю, как будто у человека вкуса нет. Мой, ну нафиг Макдак, типа, лучше правильное питание, вот, сейчас купила себе много вкусняшек, ппшных более. Серьёзно? Это типа засер Макдака и реклама пп питания, ну ты и душнила, Настя. Мой, ну нафиг Макдак, типа, лучше правильное питание. Вот. Да, и типа на диету сила, а то мы, блин, не видели ни одной девочки, которая рекламирует пп, которая рассказывает, как нам правильно питаться и так далее, господи. Да я могу эти марафоны и курсы, Настя, проводить. Я о правильном питании знаю больше, чем эти все пп, тп и прочие девочки, которые рассказывают нам, как правильно питаться, всех этих веганов, сыроедов, органическое, цельное, растительное. Я просто столько про это знаю, я бы мог быть нутрициологом, просто самым настоящим, и миллион подписчиков в инстаграме поднять на этом. Ну это такая душная тема, Настя, что ты не представляешь, куда ты лезешь. Восстановление, вот это интересно. С завтрашнего дня начну восстанавливать фигуру. Окей, 12 дней после родов. Это сколько? 24-й, 0-й, 5-й, 58,8. До родов было 52. На весах уже минус кг. При этом я ем всё. Самое главное в похудении это питание. Я сейчас кушаю на 1300 калорий в мой свой рацион, могу включить и шоколад, и что-то ещё главное соблюдать КБЖУ. Ну конечно же. Ну, зайди в любой инстаграм, любая девочка, мальчик, ребёнок, бабушка тебе расскажет, что главное считать калории и КБЖУ. И жрать всё, что хочешь. Например, можно проснуться, нажраться Макдональдса, поболит животик, ну ничего страшного. Главное, что ты там 1500 калорий своих съел и всё. Главное, весь остальной день больше ничего не кушай. В рационе должно быть достаточное количество белка, жира и углевода. Конечно, в чизбургере от Макдональдса всё есть. Картошечка, углеводики, чизбургер, жиры и белок тоже там. Ну, можно молочный коктейль взять из Макдака, вот тебе и белок. Замечательно. И похудеешь сразу. Итак, давайте фоточки посмотрим, а то чё мы как не свои. Бессонова Анастасия. Не отметила своего дурачка Колечку, который... Ой, мне ещё 17 годиков, я не пойду работать. Ему друзья говорят. Ты, типа, ребёнка раньше заделал, вот раньше идей работы. Он такой, не, я не хочу на беспонтовой работе за 15 тысяч работать. А ему говорят, ну, Колечка, ну, пожалуйста. Ну, ты же член свой засунул и кончил внутрь, Настеньке. Ну, она родила, вы решили рожать, типа, ты должен содержать теперь ребёнка, типа, он умрёт. Ему Путин лично не будет покупать, знаешь, эту колясочку, пелёночки, кормить его с ложечки. Это ты его батя, а не Путин. И он такой, ааа, да пусть родители, типа, родители всё дадут. Ну, зачем мне работать? Я ведь такой сладенький мальчик, мне ещё 18 годиков нет. Вот 18 годиков будет, вот пойду на работу. А сейчас пока мне западало за 15 тысяч работать. Роды, часть 1. Обо мне. Я Настя, мне 15 лет. Недавно я родила прекрасную дочу. Раньше мой образ жизни был совсем другой. Я бухала, курила, и мне похуй. Почему я бухала и курила? Да потому что в моей жизни случилась такая ситуация, которая сломала меня на некоторое время. Да, это она рассказывала в конце выпуска, кто не досмотрел. У психолога она говорила о том, что её изнасиловали, когда ей было 12 лет. Какой-то дружок, блять, дядя, дядя какой-то к ним приходил. Господи, я забыл уже. Дядя приходил, говорил, да я тебя в детстве нянчил, или сосед. И в итоге он её в 12 лет изнасиловал, и потом его посадили в итоге. Почему я бухала и курила так? Ну, я встретил Колю, это мой парень. Когда мы начали встречаться, он мне сказал, что если я не закончу, то мы расстанемся. В итоге я бросил, а мы уже встречаемся один год и 9 месяцев. Да, молодец, Коля. Особенно мне понравилась история их знакомства. Это Коля в 13 лет Насте не продали сигареты, и Коля подкатил к ней и купил ей сигареты. Вот так они и познакомились. А потом Коля получил первую зарплату и всю её пробухал с друзьями, которые, кстати, и подогнали ему эту работу. Да, а Настенька удивлялась, типа, да как так можно-то? Но всё не так гладко. Мы очень часто ругаемся, конечно, мы очень друг друга любим, и у нас общий ребёнок, но без ссор не обойтись, к сожалению. Ой, господи, ну давайте рассказывайте мне, как 16-летки могут там, типа, какие у них отношения, как они... Блядь, да нет никаких... Не могут быть серьёзные отношения у 16-леток. Это просто один случай на миллион, когда всё гладко. Потому что оба эгоиста, оба живут для себя и не умеют общаться вообще. История отношений. Я тогда только переехала в мытище, вышла гулять с одноклассницей на бетонку и захотела курить. Меня отправили в магазин, где всем продаётся каким-то мальчиком. Блядь. Мы шли с этим мальчиком, он встретил знакомого, Колю. Они пообщались, и этот мальчик попросил Колю сходить со мной за сигами, ибо ему было лень. Мы пошли с Колей за сигами, начали общаться. Оказалось, что мы учимся в одной школе, а я тогда ему сказал, что мне 17, ибо думал, что с малолеткой он общаться не будет. А мне тогда 13 было. Ну, девочке в 13 сейчас выглядит, видимо, на 17, что... Коле, которому, блядь, 17 лет было, получается. Кстати, что-то я либо прослушал, либо там не сказали, сколько ему лет было, во сколько он познакомился с Настей. Ну, ей было 13. Она сказала, что ей 17, значит, ему точно... Ну, не сказала бы она, что она старше его. Значит, ему было 17, и в свои 17 годиков, Коле... Погодите, я запутался, блядь. Ему же сейчас 17, а ей 15. Значит, ему было 15, а ей 13. Ну, тоже ничего, да? Тоже не хухры-мухры. Купили сиги, пошли обратно на бетонку. Он попросил мой ВК, и мы начали общаться. Моя подруга Амирисис, какое интересное имя, была против этого. Ибо, три точки, и все, и... Подождите, а может там продолжение есть? Ибо. Ибо нехуй. Вот так и продолжим, да. История родов. Рода, часть 3. Ну, просто, кому интересно, переходите в ее инстаграм, почитайте. Я просто не вижу смысла разбирать конкретно рода. Лучше разберем отношения. Но моя подруга... Вот, ибо она не любила, не очень любила Колю. Да и Коля был тем еще бабником. В общем, мы начали общаться, стали гулять. Помню, мы гуляли два раза. И я жестко второй раз протекла. Потом Коля жестко угорал надо мной. Один раз пошли гулять с Колей и нашими друзьями. И в итоге ушли от друзей и остались вдвоем. Я в этот день его часто кусала. Мне по приколу было. В один момент хотел укусить его за нос, а он увернулся. Тогда я ему сказал, может, я тебя поцеловать хотела. И тогда мы в первый раз поцеловались. И, естественно, после этого мы начали встречаться. И вот теперь у нас ребенок. И вот теперь Коленька говорит, ну, мне еще мало годиков. Я пока не готов зарабатывать деньги и давать их на ребенка. Я готов всю жизнь говорить, да вообще я буду помогать, но не буду. Вот. Бьюти лайфхаки. О, Господи, наконец-то, Настя. Если тебя беспокоит выпадение волос, или ты, Настя, 16 лет уже волосы выпадают, или ты просто хочешь оздоровить сухие окрашенные волосы, возьми репейное масло. Массируй примерно одну чайную ложку в кожу головы. Чем интенсивнее массаж, тем выраженнее эффект. Блин, тут к малышевой не ходить. Смотрите, Настя, какие бьюти лайфхаки тут заносят нам. Оставь масло на коже головы минут на 15, а потом мой голову. Как обычно, с вечера завари зеленый чай в пакетиках и закинь морозилку в использованные пакетики. Утром приложи их к мешкам под глазами на минуту-другую. И можешь бесстрашно смотреться в зеркало. Настя, блин, мне так жаль, что в 16 лет уже приходится... Видите, видите, все-таки вот говорят, аборт нельзя делать. А видите, что роды делают просто 16-летками? Им приходится пакетики чайные к глазам прикладывать, потому что они уже выглядят как, я не знаю, страшно ей смотреться в зеркало. Вот что роды делают. Нам рассказывают о байке, про аборт, а, блядь, не говорят ничего, что роды гораздо стрессовее. Завари кипятком овсяные хлопья и дай остыть до комнатной температуры. Сделай из получившейся, кажется, компресс для проблемных зон. Нанеси, прикрой бумажной салфеткой, подожди 5-10 минут. Окей, Настя, я как проверю, я сниму обязательно отдельное видео. 10 тысяч лайков, и я снимаю видео, где проверяю бьюти лайфхаки от Насти. Каково быть мамой в 15 лет? Ну, каково же? Мне кажется, почти то же самое, что и в 20. Ну, понятно, ну и что и в 30, ну и понятно, да, интересно. Вот это интересная тема, учеба. Как я буду учиться с ребенком? Ну, вкратце, если не как, ну давайте послушаем. А я не знаю, директор сказал, что ее не волнует, как я буду совмещать и ребенка, и учебу. Хотя я и сама выбрала такой путь, но я считаю, чисто по-человечески помочь можно. В общем, в школу я пойду только 3 сентября, буду ходить 2 через 2, в мамины выходные. Даже школьную форму не купила, думала, что буду как-то в том году дистанционно заканчивать, но нет. Этот год будет тяжелым для меня. Выпускной класс, ребенок, да еще некоторые учителя просто говно. Не все, но есть такие. Так, понятно, ну, Настя делает вид, что она будет учиться, но все мы прекрасно знаем, что учиться она не будет, как и большинство участниц беременных в 16. Что я хочу поменять в себе? Мне не нравится мое тело после родов, оно дряблое в растяжках. Благо, что растяжки можно удалить, а тело вернется в норму в течение года. Губы. Я хочу верхнюю губу чуть больше, в скором времени верхнюю подкачаю. Щеки. Меня они так бесят, я как хомяк, ужас просто. Не знаю, можно ли с ними что-то сделать, ибо я очень... Ибо и очень худой я быть не хочу. Просто надо принять их. Нависшее веко. Из-за него на некоторых фотках я получаюсь как алкаш со стажем. Опять же таки, надо принять это, ибо пластику не хочу делать. А что тебе не нравится в твоей внешности? Мне все нравится. Вот из того, что ты перечислила, ничего такого. Я просто идеален, но мне повезло, извини. О, почему решила правильно питаться? Недавно заказал Макдак в 9.00. Ну, спасибо, Макдак, спасибо. Смотри, что ты делаешь с людьми. Сажаешь их на правильное питание. Привезли мне его в 14. Яндекс.Еда. Так вот, еда была, видимо, испорченная. И после этого у меня дико болел живот. Решил, что больше не хочу питаться этим шлаком. И со вчерашнего дня начал качать пресс и правильно питаться. Молодец. Молодец. Ну, все, Настя. Мы поняли, какая ты душнилка, что ты ненавидишь Макдак. И будешь нам рассказывать, что нельзя кушать Макдак. А знаешь, Настя, я тоже сижу на правильном питании. Только стараюсь об этом никому не говорить. Потому что это очень скучно, Настя. Я иногда могу съесть Макдак. Ну да, поболит живот, но я... Иногда хочется какого-то говна сожрать, чтобы просто не сойти с ума от этого правильного питания. Понимаешь, Настя? Поэтому, ну, тебе к этому еще придется прийти. Ты как знаешь? Шесть дней правильно питаться. Один день питаться всем, чем хочешь. И все. И чтобы у тебя не было вот этого психологического состояния херового. Ну и на десерт. С Колей. Мать-одиночка в 15. Слезы. Класс. Еду в больницу. Это все с Колей. Слушаем песни. В общем, из последней новостей. Я рассталась. Это 30 дней назад. Месть. С парнем. Похоже, поеду в Казань. По поводу парня не нервничаю. Ибо самой уже надоели такие отношения. Хотя бы сейчас надо сделать пазу. Ну, кто бы сомневался. Эмоциональные качели. Как всегда, я хуевая. Просто хочу погулять в последний теплый солнечный день. А кому-то всегда плохо, когда я не в больнице и сидит дома. Когда я была в больнице, он каждый день гулял. И все супер было у него. Так люблю эти моменты. Сейчас идем гулять. Это она рассталась и потом выкладывает. Как она любит моменты с Колей. Господи. Ну, Коля, просто таких парней надо изолировать. Как в черном зеркале нужна какая-то технология, которая прям, ну вот... Ну, я не знаю, почему, наверное, в силу малолетства девочки не понимают, что с такими, как Коля, семью не заводят безответственными эгоистами, которые хотят погулять, которые хотят заработать денег, спустить их в баре с друзьями, которые, ну, эгоисты, думают только о себе. Все мы эгоисты, но, типа, будучи эгоистом, можно, как бы, и ответственно подходить к своей второй половинке, к своей семье и выделять правильное время, да, и с пониманием относиться, что вот Настя тоже хочет погулять. И этот Коля мог бы взять и посидеть, блядь, как нормальный отец с ребенком. А в передаче показали, что он не сидит с ребенком. Он ей говорит, что ты, мать, ты должна сидеть с ребенком, а я должен гулять. Потому что, ну, типа, мне еще 18 нет. Ну, я не знаю, надеюсь, нам его просто долбоебом показали, потому что так рейтинги выше будут у этого выпуска «Беременна в 16». Там много моментов таких было, дебильных прямо, где, ну, вот, я не верю, что можно так сказать. И он говорит как по сценарию. Так что хотелось бы верить, что не все так плохо, да, что в реальной жизни все-таки он не такой конч. Какой был вес до и какой сейчас? 54-51. Это при том, что она 7 килограмм сбросила. Ну, все мы знаем. 54-7 это 51. Ты пробовала все, а именно химию. Очень желаю об этом. Я тоже пробовал химию. Я даже в хим-университете учился, но, к сожалению, с химией у меня не срослось. Я бросил универ и занимаюсь ютубом теперь. В те моменты я хотелось забыть все. Коля меня вытащил с этого. Слава богу. В каких местах был кекс? В примерочной был. Окей, спасибо за то, что пришлось на это подписаться. Для того, чтобы узнать, что у тебя был секс в примерочной. Вот такая вот Настя из второго выпуска пятого сезона. Пишите в комментариях, как вам участница, как вам ее парень, ее мать, конечно же, которую нам показали такой эгоисткой. Ну, блядь, я не знаю. Мне кажется, вот мать как раз-таки из всех не играет. Она прям думает только о себе. И такой хуевой матери, как у Насти, не пожелаешь никому. К сожалению, вот так вот бывает. Да, посмотрите выпуск, если не смотрели. И просто охуеете от того, какая у нее мать. Ну, а у меня на этом все. Увидимся с вами завтра в новом видео. Не забывайте комментарии туда и лайки туда. Давайте сломаем алгоритмы Ютуба, которые не хотят продвигать мои видео из-за того, что я делаю перерывы. Поставим лайк, напишем комментарии и скажем алгоритмам. Да пошли вы нахер алгоритмы.